Дорогу уступи, там больной лежит. 2017 год Петропавловск-Камчатской скорой не дают проехать на срочный вызов. В итоге 20-летний юноша умирает. Эта история вызвала общественный резонанс. В Госдуме наконец задумались об ужесточении наказания за такие случаи. А это уже улан-уды сегодня, врачи говорят. Чаще всего у нас скорую пропускают, но теперь это будут делать более оперативно. Штраф за непропуск увеличился в 10 раз. В основном не пропускают, это новенькие, идут по левому ряду. Они боятся вправо, они начинают тормозить, самому надо обезжать. Я вас не пущу к своему ребенку, вы понимаете? Вы к своему ребенку тоже в обуви подходите? Пусть они уезжают тогда. Еще одна поправка в законе касается тех, кто не дает медикам спокойно работать. Вот эти неадекватные родственники, случайные прохожие и так называемые блогеры. В погоне за лайками некоторые лезут прямо в машину скорой помощи. Нашей работе мешают именно сочувствующие люди, которые создают хаос, можно сказать. Потому что при оказании помощи мы оцениваем состояние пациента. А люди говорят, посмотрите этого, посмотрите этого больного. Не появилась в законе статья для родителей детей, которые отказываются от госпитализации. Бывает, что до второго приезда медиков пациент не доживает. Потому что народ стал пользоваться интернетом, очень много по сайтам ходит, где даются разные рекомендации. А все это приводит к утяжелению состояния здоровья пациента. Это видео два месяца назад облетело все федеральные каналы. В Чувашии фельдшеры избили пьяные пациенты. И получили всего лишь штраф за мелкое хулиганство. Такие случаи есть и в Бурятии. Ежегодно по два десятка нападений на скорую. Врачей берут в заложники, им угрожают убийством, бьют, на них спускают собак. Вот так примерно выглядит среднестатистический дебошир. Чаще всего мужчина от 18 и старше. Как правило, навеселе под действием алкоголя или наркотиков. Мы приехали на ножевое ранение. Там был пострадавший с ножевым ранением. Был тот человек, который нанес ему ножевые, который бегал по квартире с ножом. Нам пришлось первое связать человека, который с ножом бегал, а потом оказывать медицинскую помощь. Медики давно просили ужесточить ответственность за причинение вреда их здоровью, так же, как полицейским. Но просьбы врачей выполнили наполовину. К полиции не приравняли, но уголовную ответственность повысили. Защитили не только врачей, но и всех, кто занимается служебной деятельностью. Конечно, разное мнение существует. Как общественность мы выступали в главной ответственности до 10-12 лет при смерти медицинского работника и так далее. Но здесь сроки значительно другие. Но, тем не менее, сам факт появления таких сроков – это, в общем-то, неплохой вариант. На разработку этих поправок в законодательстве ушло два года. Сейчас они приняты в третьем окончательном чтении. Когда будет принят закон, посмотрим его в действии, тогда мы вам скажем результат. Евгения Жиробова, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова